Приветствую вас! И первое, что нужно сделать, это определиться с сферой, сферой, в которую вы хотите начать работать. Дальше. Если вы получили соответствующую подготовку по профилю, который хотите осуществлять в рабочей деятельности, то, соответственно, как правило, начинать работу или начинать карьеру, нужно не с какой-то определенной должности, а с помощника и ассистента. Соответственно, говоря о должности, нужно сказать, что вы претендуете на должность помощника. Помощник и ассистент работают, как правило, без опыта, о чем соответствующий, соответственно, уведомляется сам работодатель. Значит, навыки, которые нужны для осуществления той или иной профессии, у вас есть только в теории, и соответственно, об этом также нужно сказать работодателю. То, что вам нужно обучение на рабочем месте. Очень многие вакансии включают в себя обучение, потому что все понимают, что теория – это одно, а практика – это совсем другое. Если хорошо знаешь теорию, не всегда знаешь практику, и, к сожалению, без теории можно иногда обойтись, а без практики для работы обойтись, к сожалению, нельзя. И поэтому практику – это почти всегда обязательное условие для начала работы. Поэтому то, что вам нужно – это не беспокоиться, не волноваться, сориентироваться, в какой сфере вы хотите работать, и, собственно говоря, искать соответствующие, подходящие, максимально подходящие вакансии, может быть, даже в интернете, указать в соответствующих критериях, что без опыта работы. Что касается навыков, то навыки обязательно будут, появятся главные. Главное – изъявлять желание работать, стремление учиться новому, и работодатели ценят, и, конечно, если это грамотные работодатели, они ценят, как правило, не тех сотрудников, которые уже имеют опыт работы. Потому что они себя позиционируют, как ценных кадров и, к сожалению, склонны к переоценке. Работодатели ценят тех людей, которые стремятся развиваться, познавать новое, учиться. Именно такие люди наиболее ценные для грамотных руководителей, и если вы именно такой человек, то проблем с этим у вас не будет. Соответственно, работодателю лучше говорить правду, но говорить это уверенно, спокойно, не дрожащим голосом, позитивно, бодро. Говорить, что вы готовы учиться, хотите работать в данной сфере, готовы учиться, готовы осваивать все необходимые навыки и, собственно, готовы начинать с нуля. Поверьте, работодатель этого примет только позитивно, если он, конечно, грамотный, грамотный, как я уже сказал, и все у вас будет хорошо. Главное при поиске работы – это уверенность, вера в себя, адекватная оценка того, что вы можете. Если вы не можете чего-то, то главное желание научиться, и все будет хорошо. Возможно, перед работой, если позволяет деятельность, позволяет сфера, перед работой можно пройти какие-нибудь курсы, которые подключатся дополнительным плюсом при приеме на работу, потому что, если вы указываете, что прошли какие-то курсы, то, соответственно, вам будет легче, проще адаптироваться на новом месте, и работодателю вы будете более ценным сотрудником. Ну и, поскольку не совсем понятно, есть у вас образование или нет, то при его отсутствии лучше все-таки получить, потому что с образованием работу получить будет вам все-таки легче. Не совсем прям очень легко, но легче. И если есть профессии, которые вам нравятся, то обучаться на нее будет одно удовольствие для вас, потому что вы понимаете, что вы этим хотите заниматься в жизни. То есть, суммируем все вышесказанное. Сперва определяем сферой, где хотите работать. Определяем все со своим настроем. То есть, если у вас нету навыков, то ничего страшного. Главное, хотеть, хотеть придираться, учиться. Далее, смотрим, есть ли курсы по данной специальности. Если есть, проходим, если лишним не будет. Дальше уверенность в себе, целеустремленность, терпение. И все будет в порядке. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам есть какие-то вопросы остались, обращайтесь в ссылочку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен.